Аудиокниги Валентин Распутин. Деньги для Марии. Читает Константин Днепровский. «Деньги для Марии» – первая повесть Валентина Распутина, опубликованная в 1967 году и принесшая ему известность. После ревизии в сельском магазине выявилась огромная недостача. Чтобы уберечь продавщицу от тюрьмы, ее муж берется достать деньги и идет за помощью к односельчанам. Время звучания – 4 часа. Валентин Распутин. Деньги для Марии. Кузьма проснулся от того, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло. Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина. Стало опять темно и тихо, и теперь в полной темноте и тишине казалось, что это был какой-то тайный знак. Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, насунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге. Наверное, к утру соберется и пойдет. Пойдет. Пойдет, как благодать. Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на этой самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно. — Что вам надо? — Деньги для Марии. Он просыпается во второй раз. Темнота. Все еще ночь. По-прежнему кругом ни огонька и ни звука. И среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится. И в свой час придет рассвет, и наступит утро. Кузьма лежит и думает. Сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина. Но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу. Кузьма думает, ехать или не ехать. Он думал об этом и вчера, и позавчера. Но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно. Теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе, да или нет. Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза. Теперь можно спать. 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 Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом. Уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра. Повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит. Ему снова грезится машина. Но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок. Все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами. Утро. 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 у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там за окном километров двадцать подряд одно и то же. Ветер, 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 ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне. Люди в автобусе молчат. Непогода сделала их угрюмами и неразговорчивыми. Если кто и перебросится с словом, то в полголоса не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобнее. Все заняты лишь тем, что едут. На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно, только вой и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер. Автобус снова трогается. Шофер. Владой еще парень оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается. Он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий колочковатый дым. Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается. — Перерыв, — говорит он. — Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать. Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них. В одной стороне продовольственные, у другой промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины. Продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее видно все хорошо. Она спокойна. Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщина оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же, и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму. Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня, и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни. Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учет. На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Марии и ревизор, вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали. Сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо. Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный. «Как там у тебя?» — осторожно спросил Кузьма. «Да как? Пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет». Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то полили свиную тушу. Сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали. И теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Лопотливое горячее время осталось позади. Наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по странам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет. Люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых. Пойдут, обнявшись от дома к дому, закричат, запоют. Будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды. Кузьма вернулся домой. Сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхание. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли. Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду. Председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл. И только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят. Он увидел отца и убежал в дом. Что это с ним? С недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился. Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновата. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печки строго по порядку. Один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят, не видали мои тапочки? Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят «Найдутся мои тапочки сегодня или нет?». Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать. Тапочки, наконец, нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил. «Сколько?» «Ты тысяча». «Что, новыми?» Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит. Настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне. Вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул. «Уберите его!» Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору. «Я с тобой буду как на духу. Не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах, говорю. Я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо!» Ревизор молчал. «Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?» «Тысяча», — подтвердил ревизор. «Новыми?» «Теперь на старые счета нет». «Да ведь это сумасшедшие деньги», — задумчиво произнес Кузьма. Я столько и в руках не держал. Мы с суду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было. До сегодняшнего дня не расплатились, а тут тысяча. «Я понимаю, можно ошибиться. Набежит там тридцать, сорок, ну пускай сто рублей, но откуда тысяча?» «Ты, видать, на этой работе давно. Должен знать, как это получается». «Не знаю», — покачал головой ревизор. «А не могли ее сельповские с фактуры нагреть?» «Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое. Какое там образование?» «Громотежка. Таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил, не лезь ни в свои сани». Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло. «Товары она всегда сама получала или нет?» — спросил ревизор. «Нет. Кто поедет, с тем и заказывала. Тоже плохо. Так нельзя. Вот. А самое главное, целый год не было учета». «Дוגcchio». «Джинמשка». «Джинго». «Дожи μεجка». «Джинго».